Аминь 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 Я назвал сегодняшнюю проповедь так Близко ли Бог? Близко ли Бог? И на первый взгляд, наверное, очень несложно ответить на этот вопрос Потому что вы скажете, ну конечно близко Мы знаем, что Он близко, Он в нашей жизни Он пришел в нашу жизнь Давайте посмотрим на Слово Божье Что Господь говорит об этом и порассуждаем Насколько близок Бог в нашей жизни? И близко ли Он к нам? Первое местописание записано во втором послании Коринфянам, в пятой главе, с шестого по восьмой стих я вам прочитаю. И как знаем, что, водворяясь в теле... Чуть-чуть дальше, да? Итак, мы всегда благодушенствуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа и походим верою, а не видением, то мы благодушенствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Ну, слово «водворяясь», «водвориться» – это простое слово, которое с греческого переводится просто «жить». То есть, и как знаем, что, живя в теле, можно сказать, мы устранены, то есть мы удалены от Господа, говорит апостол Павел. Поэтому он говорит, что мы хотели бы вообще освободиться от этого тела, от этого препятствия на нашем пути к этим единым отношениям с Богом нашим. Мы вообще хотели бы выйти из тела, чтобы уже быть вместе с Господом по-настоящему и близко. Итак, апостол Павел здесь утверждает, что мы удалены от Господа. А вот в послании к Ефесянам во 2 главе, в 13 стихе, тот же апостол Павел говорит, «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие далеко, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Иисуса Христа». Итак, сначала говорит, мы устранены, потом говорит, что все-таки мы близки, и есть достаточно много мест Писаний, которые говорят, что мы близки теперь стали к Иисусу Христу. Так близки мы или далеко? Мнения могут разделиться, я понимаю. Предлагаю об этом сегодня и порассуждать. И если посмотреть на то, где мы были до того, как начали свой путь с Иисусом Христом, то, конечно, из-за грехов наших мы были так далеки от Бога. Мы были так далеки, мы просто безнадежно были потеряны. И вряд ли мы что-то могли бы сделать, чтобы приблизиться к Господу хотя бы на один шаг, хотя бы на чуть-чуть. Просто эта стена греха стояла всегда между нами и Богом. И только благодаря пролитой крови Иисуса Христа мы узнали вообще, что есть живой Бог. И мы начали как-то понимать Его, и мы стали как-то чувствовать Его. А до этого, конечно, были далеко от Бога. Но если посмотреть глазами апостола Павла на то, как он рассуждает о вечности, когда он говорит, что мое тело – это препятствие вообще на пути к Господу. И когда же я уже выйду из этого тела, я желаю водвориться, то есть я желаю жить с Богом. В другом месте, вы помните, он называет это тело вообще телом смерти. Он говорит, кто избавит меня от этого тела смерти вообще? Оно постоянно меня куда-то ведет, не туда. Оно побуждает меня каким-то нехорошим действием, поступком, мыслям. И он рассматривает тело как какое-то препятствие на пути к Господу. Поэтому, если мы посмотрим этими глазами, если мы подумаем о той близости, какую Бог приготовил для нас в вечности, то мы согласимся с апостолом Павлом в том, что мы устранены, мы удалены от Господа. И мне хочется сегодня с вами поговорить об этом. Насколько мы близки, либо насколько мы удалены от Бога. И нам, мне кажется, очень важно видеть это. Почему важно? Потому что от этого зависит, как мы строим отношения с Богом. От этого зависит, в чем мы по-настоящему нуждаемся. И какие вообще отношения с Богом предлагает нам Святое Писание. Либо мы это увидим, либо мы можем просто самостоятельно как-то придумывать свои отношения с Богом. И тогда, рано или поздно, будем разочарованы. И Библия нам показывает. Писание нам показывает эти отношения с Богом. Посмотрите, первое послание Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Тот же апостол Павел говорит, теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, то есть чуть-чуть. А тогда я познаю, подобно как я познан. Апостол Павел говорит о каких-то новых отношениях, которые нас ожидают в вечности. Но какие же отношения у нас сегодня могут быть? Я думаю, что вряд ли кто-то может сказать, что слышит Бога, ну точно так же, как меня сейчас слышит. Ну помашите мне рукой, если вы слышите Бога так же, как вот сейчас меня слышите. Ну конечно нет. Я думаю, что если бы нашлись такие люди, мы бы подумали, что-то наверное странно с этим человеком. Но иногда люди так рассуждают, говорят, ну вот мне Бог сказал, выйди, пойди туда. Я пошел, купил, значит, там килограмм сахара. Господь мне сказал, в другом магазине дешевле, в следующий раз туда пойди. Я говорю, ладно, Господи, хорошо. А где яблоки, Господь, взять? А вон там, в том, в ярче, там подешевле. Хорошо, Господи. И вот иногда люди рассказывают о своих отношениях с Богом примерно таким образом. Я всегда, значит, удивляюсь и думаю, с чего начать, чтобы объяснить, что так не бывает. Так не бывает. Однажды, наверное, Господь именно так будет общаться с нами. Аминь. Я думаю, что об этом апостол Павел рассуждает и говорит сейчас отчаясь, и сейчас чуть-чуть. Сейчас как тусклое через тусклое стекло. Иногда непонятно, Бог это мне говорит или не Бог. Но однажды я стремлюсь к этому, я буду с Господом в таком единстве, лицом к лицу. Я спрошу, а Он ответит. Он спросит, я отвечу. Это потрясающе. Я думаю, что это мечта, которая влекла апостола Павла и помогала ему проходить через все трудности в жизни. Я думаю, что это перспектива, которую показывает нам Господь в Священном Писании, которую мы можем однажды иметь. И эта перспектива, да поможет нам пройти через все трудности, через все испытания, с которыми мы можем столкнуться в жизни. Аминь. Да, поэтому сегодня, конечно, таких отношений у нас нет. Но если, давайте я вам покажу, как приходит вот этот обман, эта ложь, какая-то подмена, дьявольская подмена. Мы приходим к Богу и читаем в Библии, в общем-то нам говорят о том, что Бог живет внутри нас. И это стопроцентная истина. Когда мы пришли, Он поселился там и сказал, я никогда вас не оставлю и не покину. И вот Господь живет в нас, и если мы начнем рассуждать по-человечески, Он в нас, значит, Он может говорить с нами. И Он говорит, правда? И Он говорит, и если мы по-человечески рассуждаем, то что нам еще надо? Он уже в нас. Он что захочет, то скажет. Не захочет, не скажет. И если мы останавливаемся в том, что Бог просто в нас, то приходят такие отношения, где как будто ничего не надо делать. Ну, захочет Бог, скажет. Не захочет, не скажет. Зачем тогда особо ревновать в молитве? Зачем как-то напрягаться в том, чтобы себя в чем-то ограничивать? Ну, если Бог в нас, и просто Он там живет, ну, конечно же, Его инициатива, что захочет, то сделает. А не захочет, ну, как я это могу вымолить или упросить Его? И в таком случае приходит некоторое бездействие. Если мы просто останавливаемся на том, что Бог в нас, и на этом все. Но мы смотрим, что есть другие местописания. Например, Евангелие от Матфея, 7 глава. И там Иисус Христос говорил так. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и всякий ищущий находит, и всякому стучащему отворят. Я уверен, что вы не найдете в Библии такого учения, которое бы показывало, что не надо делать абсолютно ничего. Просто верь, что Бог живет в тебе, и Он будет делать то, что хочет, и Он будет говорить тебе то, что хочет. И не надо прилагать никакого усилия, надо просто ждать, когда Бог скажет, и все. Я уверен, что вы не найдете такого учения в Писании. Но, ну, есть, допустим, конечно, удивительное такое местописание, где Иисус Христос разговаривает, например, с Никодимом. Помните, это в Евангелии от Иоанна, 3 главе, 8 стихе. И Он рассуждает с Никодимом о рождении свыше, о рождении от Духа. И Он говорит Никодиму, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Я помню, что мне очень нравилось это местописание, и я думал, ну, здорово, это правда. Не знаешь, откуда уходит, куда приходит, вот так вот. И со мной тоже бывает, Господь захотел говорить что-то, я почувствовал. Не пойму, как пришло, так ушло. Но нам надо учитывать, что здесь идет речь о том, о рождении свыше. Здесь идет речь о признаках рождения свыше. Это точно так же, как ребеночек, который родился, вот еще грудной ребенок, лежит в кроватке, и папа подошел, хорошо, что подошел, не подошел, ну, не подошел. Как бы ребенок не оценивает еще, наверное, хорошо это или неплохо. В этом случае папа и мама, они как Дух. Он не знает этот ребенок, откуда пришли, куда ушли. Так бывает со всяким ребеночком, да. Но когда ребенок подрастает, то он уже не может, ну, довольствоваться вот такими отношениями, что папа как Дух пришел, когда захотел, пришел, когда захотел, ушел, и никто не знает, когда он опять придет. Ну, к сожалению, так бывает иногда, я понимаю. Наверное, поэтому вы смеетесь, но это же трагедия. То есть ребенок нуждается в отношениях с нами, он нуждается в каких-то спланированных отношениях, он претендует на что-то, что ты, может быть, запланируешь с ним какое-то время провести, и ты не просто скажешь, а потом выполнишь свое обещание. И ребенок очень сильно нуждается в этом. И мы, когда подрастаем духовно, мы тоже очень сильно нуждаемся не только в таких отношениях, когда Дух Святой, когда захотел, пришел, когда захотел, ушел, и мы не знаем, откуда пришел, куда ушел. А остальное время живем в неведении. Я уверен, что Бог имеет для нас большие отношения, чем как с младенцами. Я уверен, что Бог ожидает, что и мы будем инициировать эти отношения. И Он будет планировать с нами какие-то отношения, когда мы договариваемся о встрече. Например, и мы говорим, Господи, я следующее утро встану рядом, рано, во столько-то, во столько-то, и мы с тобой будем иметь встречу. Как вы думаете, придет туда Господь? Я уверен, что именно так. И есть разные взаимоотношения с Богом. Например, Иисус говорит, что когда ты молишься, вводи в тайную комнату свою и затвори дверь за собой. И Отец твой небесный, видящий тайное, воздаст тебе явно однажды. И это отношения, где Иисус показывает Отца, который будет слышать тебя и принимать. Есть другие отношения, где написано, двое или трое соберутся во имя Иисуса Христа. Иисус уже не говорит, Отец или кто-то. Он говорит, я буду там посреди них. И Иисус предлагает нам, Бог предлагает нам разные вот эти взаимоотношения. И Он хочет, чтобы мы росли в отношениях с Богом. Он хочет, чтобы мы развивались в этих отношениях с Богом. Он не хочет, чтобы мы остались на уровне младенцев, где довольствуемся только тем, что Дух, когда хочет, приходит, когда хочет, уходит. Я думаю, что в таком случае у нас отношения сводятся на тот уровень, что когда Духу Святому удается все-таки пробиться к нам сквозь все наши заботы, проблемы, страхи, разочарования. И мы остаемся где-то открыты. Может быть, это по воскресеньям случается. Но я уверен, что Бог хочет намного больше. Он хочет, чтобы не только Он инициировал эти отношения. Он хочет, чтобы мы инициировали эти отношения. Но дьявол этого боится. Я знаю, что дьявол этого боится. Поэтому он старается принести какую-то ложь, которая бы изменила наши взаимоотношения с Богом. Чтобы мы начали их строить не так, как показывает Священное Писание. Чтобы мы начали строить и как-то по-другому. И вот я вижу, что нередко обман приходит там, где человек считает, что Бог настолько близко, что уже делать ничего не надо. Он уже поселился там внутри. Зачем уже еще что-то нужно? Если дьяволу удается успокоить нас с такой верой, то тогда приходит разочарование рано или поздно. Потому что рано или поздно мы осознаем, что мы вообще не слышим ничего. Мы осознаем, что мы не видим ничего. Мы не понимаем Бог. Мы начинаем рассуждать. Бог, если Ты живешь в нас, где Ты? Если Ты всемогущий Бог, который создал небо и землю, живешь внутри меня, а я вообще ничего не чувствую, а я вообще ничего не понимаю, где Ты? И тут дьявол начинает предлагать тебе варианты ответов. И он говорит, просто с тобой проблемы. Ты не такой. Другие слышат Бога, а ты не слышишь Бога. Поэтому ты не слышишь Его. Либо он говорит, что просто ты не можешь Его слышать. Либо он начинает придумывать, и человек начинает придумывать. Ага, наверное, все-таки все говорят, что он не слышит. Я тоже должен слышать Бога. Ну, наверное, и он начинает выдавать свои мысли за мысли Божьи. Начинает выдавать свои желания за желания Божьи. Потом начинает ревновать об этих желаниях. Ничего не получается. И приходит разочарование. Я вижу в этом дьявольский обман. И начинается он с того, когда мы верим, что Бог просто настолько близко к нам, что нам не надо уже ничего делать. Но вот слова Иисуса Христа. Всякий просящий получит. Всякий ищущий найдет. Всякому стучащему отворят. То есть тем, которые в процессе, они чего-то добиваются. Посмотрите то, что Иисус говорит в Евангелии от Матфея в 11 главе. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется. И употребляющие усилия, они восхищают Его. Царство Небесное, оказывается, усилием берется, силою берется. Оказывается, есть какие-то препятствия, есть достаточно много препятствий, чтобы нам не приблизиться к Богу и не услышать Его. А вот то, что говорит апостол Павел в 1-м послании к Коринфянам 9, 27. Он говорит, я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Я усмиряю, я порабощаю себя. Друзья, вы видели, как сегодня играли наши в футбол? Да, ну проиграли, конечно. Я думаю, кто-то разочаровался и сегодня не пришел на собрание из-за этого. А кто-то, может, просто не проснулся, потому что, мало того, не спал, смотрел футбол, а потом еще разочаровался вообще, когда проиграли, совсем все плохо, за всем обиделся. Может, по онлайн хотя бы смотрят, дай Бог. Но я думаю, что это пример тоже для нас, пример стойкости, пример борьбы до конца. Пример вот этой вот смелости. Мне кажется, это здорово. И представьте, как они трудились, ради чего? Апостол Павел говорит, ради венца тленного. Он говорит, что многие бегут на это ресталище, многие бегут. Он приводит этот пример спортивных состязаний. И он говорит, что они воздерживаются от всего, они вообще лишают себя всего. Они в диету готовы войти, в жесткую. Они готовы делать все, что нужно. Тренироваться, рано утром вставать, ни свет, ни заря. Бегать, качаться, делать все, что нужно. Для чего? Ради чего? Ради того, чтобы получить венец, который однажды, он тленный, стлеет. Однажды просто потеряет весь свой блеск. Это временный венец, это временная радость, это временное что-то переживание. Но ради этого они жизнь свою полагают. И апостол Павел сравнивает, он говорит, а мы бежим, никак на неверное. А мы незатленным венцом бежим. А мы стремимся к Богу, которого однажды увидим лицом к лицу. А мы бежим к тому, который однажды ради отношений с нами пошел на крест, чтобы вытерпеть все эти мучения, чтобы заплатить цену за наши грехи и прийти в нашу жизнь. Аллилуйя! Поэтому, дорогие друзья, нам есть за что сражаться. Но сегодня я хочу сказать, что нам надо, во-первых, понимать, что нам надо сражаться за наши отношения с Богом. Есть другая, конечно, еще крайность, когда люди думают, что Бог настолько недосягаем, что Он настолько далек, что вообще невозможно с Ним иметь отношения и невозможно Его слышать и невозможно Его понимать. Я понимаю, что это другая крайность, в которую также дьявол иногда сносит людей. И цель его точно такая же, чтобы человек не имел какого-то дерзновения искать Бога, чтобы он не прилагал какого-то усилия, чтобы просто оставался в своем. Но мы знаем, мы знаем, что Иисус Христос сделал все для того, чтобы мы смогли иметь эти отношения с Богом. Аминь. Мы знаем, что Иисус открыл нам эту возможность. И мы можем слышать Бога. И если человек говорит, что как бы там ни было, у нас нет сегодня возможности слышать Его, понимать Его, чувствовать Его, иметь с Ним переживания, то они просто умоляют жертву Иисуса Христа. Иисус Христос пришел не для того, чтобы просто принести какое-то хорошее учение, не просто для того, чтобы облагородить нашу жизнь и сделать ее более честной и достойной. Нет. Иисус Христос пришел, чтобы разрушить стоявшую между нами и Богом преграду, чтобы заплатить цену за наши грехи. Иисус пришел ради близких отношений с каждым из нас. И самое большое, чего дьявол боится в нашей жизни, это личных отношений с Иисусом Христом. И поэтому Он делает все возможное. Он готов тебя погрузить в любую крайность, доказывая тебе, что Бог очень близко с тобой. Тебе вообще ничего не надо делать. Бог так близко с тобой. Зачем тебе напрягаться? Он живет внутри тебя. Если что-то надо, скажет. Если что-то не надо, не скажет. Либо Он в другую крайность показывает и говорит, да Бог настолько недосягаем, святой Бог. И вот ты захотел, чтобы Бог с тобой разговаривал. И чтобы Бог тебе говорил, ты посмотри на себя. Ты же грешный. Естественно, грехи мешают Богу говорить. Я уверен, что это ложь. И Иисус разрушил стоявшую между нами преграду под названием грех раз и навсегда. Вы верите в это? Аминь. Грех не может уже быть препятствием на нашем пути к Богу, как бы ни произошло. Написано, праведник даже если упадет семь раз, он поднимется. Если бы это было препятствием, он бы в жизни не поднялся. Но Писание говорит, праведник поднимется семь раз. Больше упадет, больше поднимется. Потому что Иисус Христос поможет. Потому что сегодня, благодаря пролитой крови Иисуса Христа, грех не является препятствием в нашей жизни. Что же является препятствием тогда в нашей жизни? Очень много разных вещей. Наша лень является препятствием на пути к Господу. Наши разные страхи, наши разные сомнения. Наша занятость является причиной, почему нам трудно слышать Бога. Наша плоть просто ленивая, которая хочет то поспать, то поесть, то отдохнуть, то еще чего-нибудь. Вот что является препятствием на пути к Богу, на пути к личным отношениям с Богом. Либо лжеучение какое-то, где ты находишься в какой-то крайности и поэтому опустил руки. И не ревнуешь о том, чтобы иметь что-то большее в отношениях с Богом, чем имеешь сегодня. Кто-то из вас может слушать и скажете, наверное, он говорит о том, что надо зарабатывать как-то эти отношения с Богом. О том, что надо как-то трудиться побольше, чтобы все-таки Бог обратил на тебя внимание. Дорогие, я не об этом говорю. Я сегодня говорю не о том, что нам надо зарабатывать наше отношение с Богом. Я говорю о том, что нам надо отвоевывать наше отношение с Богом. Есть большая разница между этим. Ну, я приведу пример. Вы знаете, что однажды израильский народ подошел к той земле, которую Бог обещал им. Это была крутая земля. Там было жить просто, как говорится, в молоке купаться. Там было все необходимое для них, просто счастье их ожидало там. И вот они пришли туда, но была одна проблема. Там Исполины жили, там трехметровые дядьки ходили. И израильский народ посмотрел на все это, и они испугались. И им надо было не договариваться, им надо было побеждать. Представляете, если бы они пришли, посмотрели бы на все это дело и сказали, да, земля хорошая, сколько вы хотите? Сколько нам надо работать, чтобы отработать у вас ту землю, и после чего вы бы ушли? Мы прекрасно понимаем, это очевидно, что если бы они стали работать на этих людей, которые занимали ту землю обетованную, они бы просто стали рабами. Не так ли? Дорогие, мы иногда превращаемся из детей в рабов, пытаясь заработать свои отношения с Богом. Но нам не надо их зарабатывать, нам надо их отвоевывать. Точно так же, как однажды Бог сказал народу своему, идите, я поражу перед вами всех врагов ваших. Идите, войдите в свое обетование, войдите в эту прекрасную землю, где течет молоко и мед. Я приготовил ее для вас. Не смотрите на эти видимые препятствия, не смотрите на этих великанов, потому что я больше этих великанов. Я помогу вам победить. Два человека только поверили в тот первый раз, когда они подошли к этой земле обетованной, Халев и Иисус Навин. Два человека только из всего народа смогли поверить и пойти, и готовы были пойти. И нам не надо, друзья, зарабатывать. Нам не надо договариваться, нам надо научиться отвоевывать, отвоевывать то благословение, которое Бог приготовил для нас. Отвоевывать те отношения, которые Бог приготовил для нас. Мы иногда тоже пытаемся заработать. Знаете, как это выглядит? Это выглядит примерно так. Я не могу сейчас десятину отдавать, потому что еще не заработал достаточно. Но у меня не хватает на свои нужды, концы с концами не смогу, не могу свести, поэтому десятину отдавать, либо жертвовать еще на что-то не могу. Вот станет денег побольше, заработаю, тогда отдам. Мы не понимаем. Ведь Бог просит, чтобы ты выразил свое доверие Ему, чтобы быть ближе в отношениях с тобой, а оттуда все начинается. Но ты говоришь, подожди, я заработаю эти отношения, и чуть попозже, наверное, они начнутся. Либо я не могу служить Богу, служить церкви сейчас, что-то еще делать, у меня времени не хватает. И мы ожидаем, что когда-то у нас станет больше времени. Мы заработаем, наверное, какой-то новый распорядок в нашей жизни, и у нас станет больше времени для новых отношений с Богом. Либо мы говорим, мы так устаем, поэтому мы не можем рано утром встать, чтобы молиться, чтобы читать Библию, Слово Божье. Мы слишком устаем. Ну что толку, я встаю, я поспал немножко, не выспался. Поэтому, ну что толку, если я буду читать сейчас? Я же все равно усну. Поэтому, ну что мне играть перед Богом? И мы сдаемся. Когда-то, наверное, лучше будет. Когда-то мы заработаем лучшее время, чтобы читать Библию и молиться. И все эти вещи говорят о том, что мы пытаемся заработать эти отношения с Богом. Но Господь говорит сегодня, нам надо не зарабатывать, нам надо отвоевывать. Надо сказать, Господи, я призываю Тебя в мои отношения финансовые. Господь, я ставлю Тебя на первое место, несмотря на все трудности, несмотря на все ситуации в моей жизни. Я ставлю на первое место, что от каждой своей зарплаты, от каждого своего дохода, я буду десятую часть отдавать Господу. Я недавно разговаривал с одним братом, и он рассказывает мне свои переживания. Он говорит, когда-то у нас была конференция, кто-то приехал из другого города и остановились у меня. Расселяли, мы гостеприимная церковь, они были у нас. И говорит, что этот брат начал рассуждать, и говорит, ты даешь десятину? Я говорю, ну конечно, десятину даю. Он говорит, а я уже нет, не даю. Почему? Мне Бог сказал, что вот раздели всю зарплату на количество членов семьи, и вот это будет твоя часть. Вот от своей части отдавай. А все остальное надо детям, надо, значит, на то, на другое, на десять, пятое, десятое. Я говорю, ну ты молодец, хорошо придумал. Но только это придуманные отношения с Богом. Бог не придет туда. Бог приходит на основании слова своего, которое мы ставим во главу угла, которое мы ставим на первое место. Это написано, принесите все десятины и приношения в дом хранилища мой. Испытайте меня, говорит Господь. Я хочу излить на вас благословения до избытка. Мне не нужны копейки ваши. Я имею все серебро и золото. У меня все в моей руке. Мне ты нужен. Мне твое сердце нужно. Мне твое доверие нужно. Поставь меня на первое место, и я буду с тобой в этих новых отношениях. Я не выспался, я не могу встать на молитву, но придумай что-нибудь. Я же такой же человек на самом деле. Я рассказывал не так давно свои переживания. Я встаю, начинаю читать Библию. Через десять минут понимаю, я не могу. Один раз, другой, третий. Я засыпаю. Господи, что делать? Я нашел себе двух братьев, которые с утра пол седьмого приходят и молятся. Я пришел и пообещал, говорю, я с вами, братья. Все, я связал себя. Деваться некуда. Теперь не только перед Богом легко, да, вот так вот нарушить свое слово. А вот перед людьми уже сложнее получается как-то. Вот, и что братья подумают? Пастырь пообещал и это. И не приходит. И вот ты утром встаешь, а сейчас я лечу просто на эти молитвы. Почему? Победа пришла туда. Победа. Я ищу еще один день. Я вчера договорился еще с одним братом, что мы на неделе еще пол седьмого будем встречаться. Почему? Никто с меня не заставляет, мне это нравится. Я понимаю, туда Бог приходит. Это мои отношения. Но они бы не пришли просто так, если бы не пришла прежде победа. Дорогие, нам не надо зарабатывать что-то у Господа. Он все для нас приготовил. Первое послание апостола Петра, 5 глава, 10 стих. Почитайте. И там написано, что Бог всякой благодати. Вот как называет апостол Петр Бога, в которого он веровал. Он говорит, Бог всякой благодати. Понимаете? Ни суда, ни претензий, ни осуждения, даже не справедливости. Конечно, все на своем месте. Но апостол Петр говорит, Бог всякой благодати. Слово всякой. Греческое слово означает полноту. То есть Бог полный полноты. Бог благодати. Что такое благодать? Но это же незаслуженная милость. Это же дары. Это подарки. Это не то, что тебе надо зарабатывать. Так вот, наш Бог, Он полный благодати. И что там дальше написано? Молодец, Света. Куда же Он нас призвал? Он призвал нас в свою вечную славу. Аллилуйя. Он призвал нас в свою вечную славу. Он приготовил для нас эту вечность в славе, ни в поражении, ни в депрессии, ни в унынии. Он призывает нас в свою славу. Я верю, что эта слава начинается не там. Аминь, аминь, Иисус, мы славим Тебя. Я верю, что Его слава начинается здесь, на земле. Мы молимся, Господи, да придет Твое Царство на эту землю, да придет оно в нашу жизнь. Так давайте побеждать. Так давайте подчинять свою жизнь в Царство Божье. И Он наполнит ее своей славой. А дальше очень интересно написано. Дальше написано, что «Но Он Сам по кратковременном страдании вашем». И вот до этого мне очень нравилось. Бог полной благодати. Бог, который призывает, говорит, пойдем, куда пойдем? В мою славу. Пойдем, Господи. А потом написано, Он Сам по кратковременном страдании вашем. Мне бы что-то точно хотелось тут изменить. Либо убрать слово «сан», тогда бы я понимал, просто дьявола надо валить и все. Либо убрать по кратковременном страдании вашем, потому что, ну, у Бога один день бывает, как тысяча лет, да? Поэтому вот кратковременное страдание, тоже непонятно, где оно начинается, где заканчивается. «Господи, зачем это?» А Он потом говорит, зачем. Он говорит, ну, Сам по кратковременном страдании вашем совершит. Совершит – это значит изменит. Это тоже греческое слово дословно означает «изменит». Он по кратковременному в этих страданиях изменит. Что-то должно измениться. Когда приходят страдания, мы начинаем видеть, на что мы по-настоящему уповаем. У нас было недавно последнее водное крещение, да? И я не знаю, никто, похоже, не рассказывал это. Я сам недавно вспомнил. Мне сразу после водного крещения сестра рассказывает, ты знаешь, что произошло? Я говорю, что? Она говорит, наша сестра уже в возрасте, пожилая, у нее болели уши. И она собирается креститься в воде. Она понимает, как только вода в уши попадает, это все. Она просто болеет, знаете, болезнь ушей. И ее наставляли, что надо верить Богу. Ее наставляли, что завет с Господом, кто заключает, тот не постыдится. Ее наставляли в вере и здорово наставляли видать. И вот эта пожилая женщина соглашается креститься. И она страхом и трепетом, все понятно. Но когда она погрузилась под воду и встала из воды, она была исцелена от этой болезни полностью. Она была исцелена, понимаете? Я как-то подзабыл это, тут вспомнил, думаю, Боже, это же такое чудо. Слава тебе. Но какой путь этой сестре надо было пройти? Какие страхи ей надо было победить? Один Бог знает. Это возраст. Дьявол наверняка сказал, да это уже возраст, да уже тебе врачи не могли помочь. Да ты представляешь, что будет. Да давай тебя покрапим как-нибудь, чтобы вода в уши не попала. Все что угодно. Но она победила. Она победила. Она противостояла дьяволу твердой верой. Она заключила завет с Господом и получила эту славу. Аллилуйя. Бог приглашает нас в свою славу, но Он допускает, сам написано, сам, да, Бог сам допускает эти трудные обстоятельства для того, чтобы что-то вылезло из нас. Пока мы здесь, мы все хорошие, классные, а потом раз помощь нужна в Плотниково, кто поедет? Ну, а ни у кого времени нет. И все мы понимаем, что ценное. Григорий сегодня говорил, пока, значит, мы все говорим, да, ценности хорошие, а потом в 7 часов кто на молитву? А я сплю. Все понятны ценности. И мы люди все, мы все это понимаем. Но сегодня Бог говорит, встань на этот путь. Не зарабатывать нам надо обетование Божьим. Нам надо побеждать. Нам надо побеждать и завоевывать то, что Бог приготовил для нас. Поэтому по кратковременным страданиям выявится то, на что ты по-настоящему уповаешь, изменится. И там написано дальше, совершит, а потом дальше и утвердит. Он хочет утвердить в тебе новые ценности, настоящие ценности, на которые приходит Бог, его ценности, ценности Царства Божьего. И вот я по себе знаю, когда он это делает, примеры уже не буду рассказывать, но когда он это делает, когда он меняет что-то, а потом когда он утверждает что-то, ты чувствуешь, как будто теперь тебя надо по кусочкам собирать. Потому что все твое разрушено, тебе плохо, ты устал и тебе трудно. И дальше написано, он укрепит. Вот это слово сам можно поставить дальше перед каждым глаголом. Он совершит, он сам совершит. Он сам утвердит, он сам укрепит потом. А самое главное, он сделает, потом дальше написано, нас непоколебимыми. Аллилуйя, он сделает нас непоколебимыми. Уже ничто не сможет сбить тебя с пути Божьего. Никакая, просто никакой обман, никакая ложь не сможет тебя заставить остановиться в молитве, в изучении Слова Божьего. В помощи братьям и сестрам, в участии в служении, в десятинах, в приношениях, твоя жизнь будет просто идти. И ты будешь как танк Божий, который проходит через любые испытания и получает награду и находится в славе Божьей. Аминь. Дорогие, давайте встанем для молитвы. Давайте поклонимся Богу нашему, который так любит, который не пожалел Сына Своего, Единородного, но отдал Его на крест за все наши преступления, за все наши грехи. Давайте поклонимся Иисусу Христу, который стоял на коленях или лежал в этом Гевсиманском саду и говорил, Отче, может быть, минует меня чаша сия, но не моя воля пусть будет, но Твоя, Господь. Господи, мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе и мы просим Тебя, Бог, помоги нам. И мы, Господь, решаем вставать на этот путь, чтобы завоевывать те отношения, которые Ты открыл для нас. Господи, мы наступаем на все наши страхи и разочарования. Мы наступаем на все наши сомнения и неверия. Господи, мы молимся Тебе. Мы доверяемся в Твои руки. Мы провозглашаем Твое Царство в нашу жизнь. И как бы трудно нам не было принять какое-то решение, Господи, помоги нам, всемогущий Бог. Мы просим, Господь, веди нас в Твою славу. Очисти нас во всех этих трудностях, испытаниях, искушениях. Господи, измени нас и утверди, и укрепи, и сделай нас непоколебимыми. А мы поклоняемся Тебе в это утро. Мы благодарим Тебя, что Ты освящаешь наши сетца. Мы благодарим Тебя за те решения, к которым Ты нас побуждаешь. Господи, даруй нам быть верными Тебе во всем. Любим Тебя, поклоняемся Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Давайте прославим. Субтитры подогнал «Симон»